Издательство Бомбора. Океан книг. Лора Вандеркам. Чувство штиля. Посвящается Алексу. В тот день доктор Павлика упомянул скорость света. А мне послышалась скорость жизни. Пока он продолжал говорить о Е равно МС квадрат, я в очередной раз задумалась о том, как это безумно. Жизнь несется вперед. Восход за восходом, сезон за сезоном. Вне зависимости от того, счастливы мы или нет, месяцы сменяют друг друга как волны. Ничего нельзя переиграть, отступать некуда. И плохие вещи случаются. Но потом я подумала, подождите-ка, ведь хорошие вещи тоже случаются. И иногда даже поцелуй может остановить время. Кэрол Вестон. Скорость жизни. Вступление. Парадокс времени. Я вижу время только как идею. Мэри Оливер. Когда придет смерть. Не так давно, одной июльской пятницы, я проснулась в отеле городка Бар-Харбор, что находится в Мэне. У нас с мужем намечалась деловая поездка на выходные по его работе. Мои мама и тетя согласились присмотреть за нашими детьми, но позже выяснилось, что необходимость ехать отпала. Тогда мы решили воспользоваться возможностью отправиться на хайкинг в национальном парке Акадия. Почему бы не устроить себе мини-отпуск без детей? Но я улетела из Филадельфии последним рейсом в четверг. На пути к Мэнскому побережью самолету пришлось бороться с полночным штормом. С моим мужем Майклом, который летел из Сетла, мы должны были встретиться в обед следующего дня. Так что в ту июльскую пятницу я проснулась одна. Медленно встав с кровати и натянув на себя одежду для бега, я отправилась на разведку. Это было потрясающее летнее утро. Вновь поднявшееся солнце смыло все следы дождя и тумана прошлой ночи. Я побежала по направлению к океану и застала просыпающийся бар-харбор. Из ресторанов доносились ароматы завтрака. Пейзажи вокруг словно сошли со страниц книги Роберта Макклоски «Однажды утром в штате Мэн». Лодки, вечно зеленые леса, холмы. Ветер легонько дул на волны, поднимавшаяся от воды дымка превращала июльскую жару в нежность, и она опускалась на мои голые руки. Мне было так хорошо, когда я бежала вдоль океана по узкой тропинке среди камней и цветов, что я мало о чем думала в тот момент, пока в мою голову не ударило. «Окей, а который час? Что там у меня дальше по плану?» Но по плану ничего не было. Полная свобода. Мне вспомнилась фраза из далекого лета, когда мне было семнадцать, и я работал официанткой в ресторане «Пазолис» на индианской трассе девятьсот тридцать три. Закончив смену, я скидывала в себя униформу со словами «I'm off the clock». Фраза «off the clock» используется в английском, когда говорящий хочет сказать, что его рабочие часы закончились, и он теперь свободен. Чувство свободы во времени волшебно, но оно так редко и мимолетно для многих из нас, и хотя моя работа теперь приносит мне гораздо больше денег, чем тогда, когда я зарабатывала четыре доллара девяносто центов в час, обстоятельства, вроде тех, что привели меня в Мэн, создали вокруг меня иную реальность. За последние годы я лишь несколько раз чувствовала себя абсолютно свободной. Один из таких случаев пришелся на мою поездку в Сан-Диего, о которой я как-то писала. Не могу сказать, что меня хоть что-нибудь серьезно волновало тогда. Я просто подолгу смотрела на океан, много читала и размышляла о всяком. Я посчитала, что за день сделала двадцать тысяч шагов. Это прекрасно, никуда не спешить. За спиной не тикали часы, меня никто не ждал, я в полном умиротворении могла наблюдать, как садится солнце. Для меня это было редкостью, как для любого родителя. Когда есть дети, приходится постоянно быть на чеку. Любому занятому человеку симпатизирует чувство «off the clock» и, думаю, я попадаю под категорию «занятый». И моя карьера, и карьера моего мужа, связанная с путешествиями и работой с людьми, нашим детям, Джасперу, Сэму, Рут и Алексу, всем не больше десяти лет. И, в общем-то, мне самой хотелось бы знать, куда уходит время. Но с тех пор, как я начала зарабатывать, рассказывая о тайм-менеджменте, на меня легла определенная ответственность. Кажется, я должна бороться со смешанными эмоциями по поводу времени упорнее, чем другие. Это волнующее чувство «off the clock» — главный компонент человеческого счастья. И все же, жизнь проходит в часах, и чтобы все было хорошо, нужно уметь правильно ими распоряжаться. Время часто ставит нас перед выбором, и если мы хотим правильно выбирать, нам стоит быть очень внимательными ко времени. Субтитры создавал DimaTorzok